В день памяти преподобного Серафима Саровского храм на перроне железнодорожного вокзала Барнаула отметил престольный праздник. Праздничную литургию совершил епископ Рубцовский и Олейский роман. Серафимовский храм на железнодорожной станции Барнаул был построен в 2003 году по инициативе руководства российских железных дорог и является самым маленьким в городе. И, конечно, в день престольного торжества он не вмещал всех, кто пришел молитвенно почтить память преподобного Серафима. Для верующих этот праздник стал особенно радостным, потому как храм посетила главная алтайская святыня. Казанская Коробейниковская икона Божией Матери, она путешествует по многим епархиям, в том числе была недавно на царских днях и была на литургии, на крестном ходе на царском. И вот теперь она, возвращаясь домой, как бы можно сказать, случайно проезжала город Барнаул во время божественной литургии. И мы с братьями поставили ее для поклонения всем людям здесь на перроне. Это событие впервые, и к нему никто не готовился, и даже в городе никто особо не знает. Но те, кто был на службе, и ощущают необычное такое божественное благословение, благодать, которое получили мы по молитвам преподобного Серафима. По словам владыки Романа, преподобный Серафим очень любил Пресвятую Богородицу. И из его жития известно, что сама Царица Небесная сказала о старце, он от рода нашего. Саровский святой родственен всем тем, кто живет на небесах, всем тем, кто молится о нас у престола Божия. Серафим Заровский, я его очень люблю, почитаю святого этого. Он очень близок, и как-то к простому человеку близок. Когда, если читать его житие, то к нему весь народ стекался. И он до сих пор слышит всех нас, можно к нему прийти в любой момент, тем более это его праздник. Это необыкновенный святой, который посвятил всю свою жизнь Богу, служению Богу, которого очень любила Богородица. Он сделал множество чудес. И я считаю, что он один из сильнейших покровителей нашей страны в целом. Божественная литургия в этот день совершалась возле храма под открытым небом, прямо на перроне. Мимо проходили поезда, и всякий путешествующий мог слышать слова возносимых молитв. Также каждый из прибывших на перроне мог приложиться к чудотворной иконе и частице мощей преподобного Серафима. К мощам Серафима Сыровского я прикладывалась в первый раз, а к иконе Коробейниковской Божьей Матери я уже прикладывалась в крестном ходу в Коробейниково. И внутри меня переполняет благость, счастье, любовь. Нет слов даже описать. Чувство благодати, радости, нахлынивые слезы, хочется плакать от счастья, от радости. По окончании богослужения был совершен крестный ход вокруг храма. Затем владыка Роман обратился к молящимся с проповедью и преподал свое благословение. С праздником всех вас поздравляю! Возлюбленные крестьянцы и граждане.